Скажите, вам в ходе рассмотрения дела от общества передавались какие-то документы, подтверждающие соразмерность площади образуемого земельного участка, той площади, которая необходима для эксплуатации? Нет, уважаемый суд, таких документов не передавалось. Обществу передавали такие документы, нет? Нет, не передавали. Хорошо. Общество, скажите, на различных схемах расположены по нескольких динамикам. Представляли какие-либо доказательства комитету, подтверждающие невозможность образования отдельных земельных участков под каждое здание? Необходимость формирования участков именно в таком вот виде, необходимость этих участков для обслуживания как комплекс этих зданий? Как комплекс? Нет, уважаемый... Почему сформировали эти участки именно таким вот образом? Под несколько зданий один участок, а не под каждое здание? Уважаемый суд, данный вопрос был дан в предыдущем судебном заседании в адрес саратских авиалиний. Хотелось бы еще дополнительно пояснить о том, что саратские авиалинии, когда обращались в адрес комитета по управлению имуществом, формировали земельные участки, исходя из принципа, из соблюдения принципа единства судьбы земельного участка и объектов недвижимости. Дело в том, что в самом начале рассмотрения дела и судеополюционной станции и комитеты саратских авиалиний сослались, что саратские авиалинии передало комитет по управлению имуществом объекты, федеральные объекты, принадлежащие Саратской области. Взлет, посолочные полосы, рулежные дорожки, места стоят. Данные объекты расположены на едином земельном участке 142-м. И с целью соблюдения единого принципа, а именно отделения этих объектов, прочно связанных с земельным участком, обратилась с просьбой произвести раздел земельного участка в соответствии с статьей 11.4 и 11.8 земельного участка с сохранением всех прежних условий действующего договора аренды. Саратские авиалинии до настоящего момента являются арендатором всего земельного участка площадью 221 гектар. И именно исходя из этого принципа руководствовались Саратские авиалинии. А также, уважаемый суд, мы хотели бы еще сослаться все-таки на показания специалиста, допрошенного в ходе судебного заседания, потому что этот вопрос формировался и задавался в том числе специалисту, который дал подписку об уголовной ответственности. И он также ответил, мы полностью соглашаемся с ним, полагаем, что данные позиции полностью соответствуют действующему законодательству, в которой специалист дал пояснение о том, что участки формировались с целью недопустимости вклинивания, вкрапливания через полосицы земельных участков. То есть также специалист Ильин Александрович дал пояснение о том, что участки формировались с учетом необходимой площади для эксплуатации зданий. И, помимо прочего, также еще раз повторимся о том, что какие-либо ссылки на правила землепользования и застройки, в соответствии с которыми ссылается Комитет по управлению имуществом, мы полагаем, что процент застройки, который установлен для территориальной зоны, в которой находятся земельные участки, являющиеся предметом спора, они совершенно несостоятельны, потому что неверно анализируется действующее законодательство, это совершенно разные понятия, предельные параметры, которые исчисляются в проценте застройки, они неприменимы, так как авиалинии не намерены и не осуществляют какое-либо строительство, не обращаются с просьбой выдать какие-либо разрешения на строительство, они эксплуатируют существующие объекты недвижимости. В каких целях вы используете в настоящее время строение? Все объекты недвижимости, принадлежащие Ало-Саратской авиалинии и находящиеся на образуемых земельных участках, используются в соответствии с тем видом разрешенного использования, который установлен договором арендум и который установлен характеристиками земельного участка, 142-го земельного участка под объекты аэропорта. Ало-Саратские авиалинии, владея и пользуясь земельным участком, обратились за его разделом в рамках той площади, которую они уже имеют на сегодняшний день. Соответственно, при таком порядке обращения непосредственно соразмерности, несоразмерности образуемых земельных участков, она здесь неприменима. Мы не спрашиваем право вновь, оно у нас есть. Ни одно здание у нас не разоборудовано, то есть как были оборудованы, например, тот же самый Рывоксал, так он и оборудован, там находится оборудование для и регистрации, и обслуживания багажа. И также еще, уважаемый суд, против обратить внимание на то обстоятельство, что саратовские авиалинии не лишены возможности заниматься аэропортовой деятельностью. В настоящий момент у нас есть все действующие лицензии, и то есть мы, например, сейчас просто вот в связи с коронавирусом, авиакомпании в аэропорту Гагарин не требуют заправки, то есть все прилежи, прилетают со своим топливом. А в аэропорту Гагарин непосредственно заправкой воздушных судов избраны исполнители, это дочернее общество «Саратовгаза», «Газпромнефть», а мы можем составить также конкуренцию данному обществу. У нас есть все разрешения на хранение, использование топлива, есть оборудование лабораторное, которое мы можем использовать, и также заправлять в аэропорту Гагарин, привозя, хранилище у нас есть, мы можем привозить, так же как и Саратовгультигаз, топливо в аэропорт Гагарин и заправлять в воздушные суда. Также мы не лишены возможности и получить сертификат эксплуатанта. У нас есть одно воздушное судно, можем взять в аренду еще воздушное суда и базироваться в аэропорту Гагарин и также осуществлять перевозочную деятельность. То есть мы не лишены этой возможности. Предгрузовые склады у нас также в настоящее время используются под грузы, которые доставляются из аэропорта Гагарина, и за ними сюда, непосредственно к нам, в город Саратов, приезжают пассажиры и получают багаж, перевозимый в воздушный транспорт. Это же как это было и когда аэропорт продействующий. Все у вас. Кратко, уважаемый суд, относительно целевого использования и осуществления аэропортовой деятельности. В своих письменных пояснениях, в общем-то, это не новое, это тоже обстоятельства нами заявлялись в ходе рассмотрения суда первой инстанции. Мы также собираемся на то, что в период рассмотрения заявления о Саратовской авиалии об утверждении схемы расположения земельных участков на территории образуемых земельных участков функционировал в том числе пограничный пункт пропуска через государственную границу, который обеспечивал полеты международные через аэропорт Гагарин. То есть на основании действующего договора аренды он был представлен в материалы дела, были предоставлены помещения, в которых располагалась пограничная служба и размещалась их серверная на оборудование и обеспечивались вылеты через аэропорт Гагарин. Также в период рассмотрения находился в том числе воздушное судно АН-148, предоставлялись услуги по его охране, по его хранению, предоставлению производственных помещений и оборудования для обеспечения вылета. То есть этот вылет воздушного судна был осуществлен в ноябре 2020 года. Это также является подтверждением того, что Саратовские авиалинии используют в соответствии с видом разрешенного использования образуемые земельные участки. Хорошо, пойдет в нашу позицию. Все у вас? Да. Присаживайтесь, комитет, что-то добавить? Да, уважаемые студенты, коллеги, с учетом представленных письменных пояснений, тех пояснений, которые были даны в настоящем судебном заседании, и хотелось бы обратить внимание сюда на следующее. В продолжении темы относительно аэропорта и относительно того документа, который был представлен на обозрении в прошлом судебном заседании, а именно распоряжение правительства номер 1626-Р, хотелось бы обратить внимание, что и аэродром, и аэропорт, несмотря на позицию заявителя, аэродром также закрыт в соответствии с данным распоряжением правительства, поскольку в соответствии с указанным документом позиция 70-я перечня аэропортов, а именно аэропорт административного центра Субъекта Российской Федерации, город Саратов Международный, закрыт. В соответствии с использованием данных земельных участков в целях под деятельность, связанную с размещением аэропорта, она невозможна в силу действующих норм законодательства. Кроме того, заявителям в соответствии с представленными схемами и спрашиваются земельные участки под размещение объектов недвижимости. Уважаемый суд, дословно процитирую цель, которая указана заявителем в представленных заявлениях под объектами недвижимого имущества, принадлежащими АО «Саратовской авиалинии» на праве собственности, используемой для оказания транспортных услуг. То есть, иными словами, заявитель хочет образовать земельные участки под размещение объекта недвижимости. И данные объекта недвижимости занимают от 1,5% до 30% не более данных земельных участков. То есть, иными словами, заявитель под видом раздела, который нормативно предусмотрен, а именно статья 11.4-11.8 Земельного кодекса Российской Федерации, именно под видом раздела, пытается подготовить себе почву для последующего приобретения данных земельных участков в собственность без проведения тормога. Иными словами, уважаемый суд, исходя из тех пояснений, которые представлены на настоящее судебное заседание, из тех пояснений, которые даны представителями «Саратовских авиалиний», мы полагаем, что в действии заявителя усматривается злоупотребление правом, которое регламентировано статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Злоупотребление правом является основанием для отказа в судебной защите. И мы ходатайствуем перед судом об отложении в судебное заседание для подготовки в связи с этим письменной позицией. Так, администрация. Что-то есть, добавить? Пожалуйста, суд, нет. Поддерживаем ампулиционную жалобу, просим удовлетворить, судебный ответ отменить. Прошу, присаживиться. Считаем управление. Поддерживаем позицию комитета, просим удовлетворить, судебный ответ отменить. Решили сюда перестать задание. Покуратура. Поддерживаем ранее изложенную позицию, считаем, что описанная жалоба подбежит удовлетворению. По тем основаниям изложенной жалоба, считаем, что решение инстинк комитета об отказе в утверждении схемы земельных участков вредит закон об основании, именно по тем основаниям, которые не указаны, и не сняться размерностью у тех земельных участков, которые планируются к формированию. Прошу удовлетворить данную операционную жалобу. Значит, заявлено на ходатайство в предложении рассмотрения общества вашей полиции. Мы возражаем, уважаемый суд, потому что все обстоятельства, которые сегодня были изложены в письменных пояснениях, они все были рассмотрены судом первой инстанции, в первом судебном заседании, в суде апелляционной инстанции. Ничего нового здесь не заявлено, просто мы попытались более кратко и более четко сформулировать свои позиции, чтобы это было более понятным судом. Никаких новых обстоятельств нет. Редмистрация поддерживает право. Суд сущность на месте определил отказательное удовлетворение ходатайства. Данный ходатайство идет на направленное затягивание судебного процесса. Суд для лецкого священия предоставлено перебирать. Оглашается инженеративная часть постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Руководство статьи 268-271 арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил. Решение арбитражного суда Саратовского областа от 18 декабря 2020 года по делу номера 57-9803-2020 в часть удовлетворения заявленных требований в изыскании судебных расходов и выплату государственной пушкина отменить. Принять по делу в данной части новый судебный акт, которому в удовлетворении заявленных акционерным обществом в Саратовске о регии требований отказать. В основной части решения арбитражного суда Саратовского областа от 18 декабря 2020 года по делу номера 57-9803-2020 составит для изменения. Постановление вступает в силу с момента его принятия. Может быть обжаловано в арбитражный суд Павловского округа путем подачи кассационной жалобе через суд первой станции, принявшей решение. Срок, не превышающий двух месяцев, одно наступление в установление законной силы. В течение пяти рабочих дней полный текст установления будет изготовлен. На правой стороне по почте размещен сетинный рынок. Судебное заседание объявляется закон.